Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. От маленькой больницы до крупнейшего медицинского учреждения в Южном федеральном округе Республиканская клиническая больница отмечает свой юбилей. Боевое оружие, показательные выступления и немецкая овчарка Дори. Мастер-класс от бойцов Росгвардии в Каспийске. Подробностей через несколько минут. В Папахах по Хасавюрту борцы из США решили зарядиться позитивом за день до соревнований. Завтра в Хасавюрте стартует международный турнир по вольной борьбе. В Махачкале состоялось открытие научно-практической конференции, посвященной юбилею Республиканской клинической больницы. Ведущие специалисты с разных уголков России собрались в здание Кумыкского театра, чтобы поздравить сотрудников медучреждения, а также обсудить важнейшие вопросы современной медицины. Сюжет Карина Баталова и в продолжении темы. Вручение звания заслуженных врачей медперсоналу РКБ и открытие Всероссийской научной конференции. Все это в рамках юбилея. В этом году Республиканской клинической больнице исполняется 85 лет. Республиканской клинической больнице 85 лет. Много это или мало? С одной стороны, мало. С точки зрения истории, с точки зрения жизни человека, это очень много. Это достаточно солидный срок. Республиканская больница за это время прошла долгий и трудный путь. От маленькой больницы на 105 коек до крупнейшего медицинского учреждения в Южном федеральном округе. За 85 лет работы Республиканская клиническая больница увеличивалась и модернизировалась каждым годом. Сейчас клиника состоит из 70 отделений, рассчитанных на более 1300 коек. Помимо этого, на конференции главным врачом больницы была озвучена хорошая новость. При РКБ открывается Центр лечения воспалительных заболеваний кишечника. На все случаи, у вас поздравляем с собой. И это не единственные хорошие перемены, которые грядут в жизни главного медицинского учреждения Дагестана. И есть такое предложение, и мы с этим предложением выходим, о присвоении Республиканской клинической больницы звания нашего земляка Вишневского Александра Васильевича. Работа конференции продлится еще два дня. За это время ведущие российские специалисты прочтут лекции и проведут круглые столы по наиболее актуальным проблемам хирургической и терапевтической гастроэнтерологии. Кроме того, будут обсуждаться современные подходы к диагностике, лечению заболеваний дыхательной системы. Карина Баталова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Пообщаться со спецназовцами и ознакомиться с боевым оружием росгвардейцев смогли дагестанские школьники. В Каспийске прошел третий ежегодный фестиваль «Безопасный город». Все подробности мероприятия в сюжете Зумруд Гамидовой. Здесь, на базе Каспийского ОМОНа, развернули показательную военную операцию. Сотрудники Росгвардии окружили преступников, которые скрывались в жилом доме. Подкрепление приезжает буквально через минуту. Бойцы СОБР здания берут штурмом. Город безопасности. Сегодня они задержали не настоящих преступников, а выстрелы и взрывы – всего лишь работа пиротехников. Такие эпизоды нередко бывают и в реальной жизни, но это не пугает тех, кто решил служить и охранять закон. Меня больше всего увлекает в этом защита моей родины, защита моей страны, потому что это в первую очередь меня очень сильно привлекает. Программа фестиваля была обширной, украсила праздники и музыкальное сопровождение в исполнении военного оркестра. Особой популярностью у посетителей пользовалась выставка беспилотников. Специально для детей в воздух подняли мини-вертолет, сделанный инженерами отряда. А еще каждый желающий смог почувствовать себя немного росгвардейцем и даже подержать в руках боевое оружие. Даже девочкам было интересно пощелкать затвор автомата или подержать в руках настоящую боевую гранату. Мне, честно сказать, оружие понравилось, чем с лима, вот такие маски. Оружие интереснее. Да, ошибно, вот эти гранаты. Кульминацией фестиваля стали выступления сотрудников СОБР, которые показали навыки владения приемами рукопашного боя. Дети увлеченно общались с главным помощником саперов, немецкой овчаркой Дори. Кинологи познакомили ребят с четвероногими помощниками. Такие мероприятия, по мнению организаторов, прекрасная возможность подробно ознакомиться с историей и современностью войск правопорядка. А главное, дети будут понимать, насколько опасно неправильное использование оружия. В рамках этих мероприятий мы осветили работу подразделений специального назначения, также ОМОНов в республике. Показательные выступления провели. Кроме того, медицинские службы наших подразделений показали наглядно нашим детям, как вести себя при оказании первой медицинской помощи. Выставка тоже была проведена, показана детям оружие. Сейчас мы опять-таки детям доведем данные моменты, чтобы они понимали, что оружие является средством первоочередной опасности. И очень осторожно и аккуратно с ним обращаться. Фестиваль «Безопасный город» проводится уже в третий раз. С каждым годом его география расширяется. Он стал доброй традицией не только у нас в республике, но и по всей стране. Важная информация для дагестанских телезрителей о отключении аналогового телевидения в стране, запланированное на 14 октября, коснется только 20 центральных телеканалов. Региональные телекомпании продолжат свою работу в штатном режиме и будут вещать в прежнем формате и качестве. Напомним, что в республике в аналоговом формате вещают РГВК и наше национальное телевидение. Существует также ряд телеканалов в собственности муниципальных образований. Принимать ТВ-сигналы от них будет возможно через обычные метровые и дециметровые антенны. Дагестан на гастрономическом фестивале в Москве. Там стартовала масштабная неделя АПК. Свыше 100 сельхозпроизводителей из более 50 регионов страны привезли на Красную площадь свои лучшие товары – молочную, мясную и рыбную продукции. Овощи, фрукты, кондитерские изделия, мед и другие продукты. Это хорошая традиция проводить золотую осень перед празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Успехи в развитии нашего агропрома, которыми мы действительно и по праву гордимся, достигнуты весьма нелегким трудом. И этот праздник дает нам, самое главное, возможность искренне и от души поблагодарить людей, которые работают на земле, выходят на православных судах в море, пекут хлеб. Я сердечно поздравляю вас с праздником. Дагестан на масштабной ярмарке представляют четыре компании. Сельхоз производителей из самого южного региона страны привезли в столицу, ставшую брендом дагестанскую баранину. Натуральные соки из выращенных в садах в республике плодов, чаи из горных трав, а также урбечь – десятков разновидностей. Мы решили до конца захватить весь рынок за качество сыров, с маленькой иронией говоря об этом, но с другой стороны, с большой долей объективности. Вот переданы три сыра. Один сыр молодой, ему 30 дней каламбер. Другой томат – это смешанный сыр между козьим и коровьим молоком и гриер. Все три вида – это сыры, которые имеют максимально коммерческую, скажем так, ценность. Но самое главное, что он сделан дагестанского молока и дагестанскими руками. Эти сыры, в прошлом году мы их не представили, потому что у нас не было такой индустриальной партии. А сегодня 3-4 территории России уже просят у нас по франчайзингу, что мы открыли у них эти сыроварни именно под тот ассортимент, который мы предлагаем. В торговом доме Киргу накануне отметили сразу два важных события – гастрономический фестиваль ГАРД и 24-ю годовщину со дня основания компании Киргу. Блюда от известных кулинаров со всего Кавказа смогли отведать участники мероприятия. О том, как еще отмечали значимые даты, расскажет Луиза Раджабова. Совершить большое гастрономическое путешествие можно было, не выезжая из Махачкалы. Лучшие продукты со всей республики, оригинальные блюда известных кулинаров Кавказа были неотъемлемой частью фестиваля ГАРД в торговом доме Киргу. Друзья, сегодня у нас приехали представители трех совершенно великолепных народов – Грузия, Азербайджан, Республика Дагестан. Давайте дружить, давайте встречаться за праздничным столом. Посмотрите, пожалуйста, какие великолепные блюда готовят нас. Ведь это то, что вы видите, это то, что объединяет наши три народа. Фестивальная площадка павильоне «Садовая мебель» превратилась в настоящий праздник вкуса и стала идеальным местом для дружбы народов, объединив самых лучших мастеров кулинарного дела из Грузии, Азербайджана и Дагестана. Блюдо должно быть креативное, вкусное и красивое. У всех команд есть одно меню. Это две блюда грузинские, две блюда дагестанские и две блюда азербайджанские. Каждая команда готовит по шесть порций блюда. И у всех должно быть одинаковое. Но вид и вкус будут уже разные. Мы с Азербайджана, с Баку приехали. Все будем готовить. Чудушки будем готовить, курзешки будем готовить, хачапури будем готовить, хинкали будем готовить, хутаву будем готовить, душберя азербайджанские будем готовить. Сейчас я просто тесто приготовлю, оставлю, дать ему отдохнуть. Один день объединил сразу несколько главных событий. Это день рождения Кирго. Ведь компания исполнилась 24 года. Гастрономический фестиваль ГАРД, а также день освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня 24 года нашей компании раз. И вот этот гастрономический фестиваль, он в принципе связан под названием ГАРД. Он назначен в честь Грузии, Азербайджана, Республики Дагестан. Наш колорит. Вот это все объединение мы хотим сделать. Праздник для людей. И это, наверное, укрепляет международные отношения. С приветственным словом к участникам обратились и официальные лица правительства республики. Среди гостей фестиваля также присутствовал и вице-президент компании «Самсунг» в России и странах СНГ «Си Эсли». Господин Ильич, уважаю, прошу признать отношения на этот праздник. Поздравляю с днем рождения Кирго. И предоставляется один из лучших партнеров компании «Самсунг» в России. Дагестан входит в тройку лучших гастрономических территорий России. Туда можно приехать, где можно посмотреть, попробовать, перенять опыт, пропагандировать его дальше. И это касается многих наших районов. Здесь нельзя выделить чего-то одного. Гастрономический фестиваль сегодня – это патриотическая акция, посвященная дню освобождения Кавказа, дню освобождения завершения битвы за Кавказ. Это патриотическая акция, которая еще раз подтверждает и говорит о том, что все жители тогда некой единой страны Советского Союза, а ныне независимых государств Азербайджана, Грузии и России вместе сражались и освобождали Кавказ от фашистских завтачек. С удовольствием хочу констатировать, что проводят именно соприсодействие Торгового дома Кирюгу, который является инициатором проведения множеств социальных проектов. Буквально недавно проводили мероприятие, посвященное столетию, со дня донора. Сегодня это мероприятие. Я думаю, что если такие мероприятия будут все подключаться, проводить, то будет все лучше и лучше. Для гостей фестиваля была организована ярмарка экопродукций от Министерства сельского хозяйства. Здесь каждый желающий мог попробовать и приобрести разные сорта дагестанского сыра, меда, колбасных изделий и другую экологически чистую продукцию, а также участвовать в розыгрыше путем. Мякоть кокоса, она самая нежная и на самом деле многим нравится. Ну и самое любимое, наверное, не только мое, это миндаль. Он смешан с медом, его можно просто открыть и уже не разбавляя есть. Гости фестиваля также могли насладиться яркой концертной программой с участием популярных съезд дагестанской эстрады. Кульминацией фестиваля ГАРД стал розыгрыш путевки в Грузию, Азербайджан и путешествия по живописным уголкам Дагестана. Приятным сюрпризом для всех стал и праздничный торт. Победителям и призером кулинарных поединков вручили телевизоры от компании Samsung. Талантливые шеф-повара собрались вместе и поделились новыми кулинарными идеями. И, разумеется, вкусно накормили всех гостей мероприятия. Луиза Раджабова, Муса Салгиреев, Новости ННТ, Махачкала. Борьба интеллектов. В селении Старый Севух Кумбетовского района состоялся открытый турнир по шашкам и шахматам, посвященный памяти Перухмы Бекбулатова. На турнир съехались около ста любителей из разных сел района. Соревнования проводились в трех категориях. По шашкам, а также шахматам, среди лист до 18 и старше. Игры разума проходили с высоким накалом борьбы. На кону были кубки и денежные призы и другие подарки. Поддерживали спортсменов гости и многочисленные болельщики. Турнир призван укрепить дружеские отношения выходцев из разных сел района. Здесь же для всех участников были организованы чаепития и обед. По итогам увлекательных игр чемпионом по шашкам стал выходец из селения Черката Хадис Магомедов. А в номинации шахматы первые места заняли Севух Се Ахмед и Руслан Набиев. Завтра в Хасавюрте стартует международный турнир по обольной борьбе. Континентальный кубок, как и в предыдущие годы, посвятят памяти прославленных спортсменов 19 и 20 столетий. Схватки по традиции пройдут во дворце спорта имени Гамида Гамидова. Для участия в этих соревнованиях заявились борцы из 10 зарубежных стран. После нескольких лет отсутствия на турнир приехала команда из США. Медали турнира разыграют в 10 весовых категориях. Чемпионы будут удостоены денежных премий в размере 150 тысяч рублей. Соревнования продлятся в течение трех дней и завершатся в воскресенье. Последнюю неделю перед турниром многие зарубежные команды проводят в Хасавюрте. Кто тренируется, а кто весело проводит время. Так, вольники из США прокатились на одной из городских маршруток в Папахах. Видео получило широкое распространение в сети и, как говорят в таких случаях, шутка удалась. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин